добрый день уважаемые зрители канал планеты дзюдо и мы продолжаем наши размышления боевых искусствах и разным хотя они заявлены как субботние но мы плавно перешли в воскресный режим хочу сразу сказать кто смотрит наши беседы размышления если у вас возникают вопросы какие-то может быть пожелание что-то обсудить ну опять-таки обсудить в контексте боевых искусств и разным да то вы можете задавать эти вопросы в комментариях писать и мы будем стараться обсудить это но опять и с нашей точки зрения вы можете потом опять свои комментарии поставить дополнить опровергнуть а если он нам понравится комментарий мы удалить но опять все достаточно культурно должно быть да без какой-то ты нет как хотите так и делать хорошо итак у меня сегодня возникла такая идея предложить владу во первых да еще раз это влад макаров узница это роман карасьев школа рок и звезда и вот давай сегодня предложи тему отцы и дети да почему такая тема сейчас отцы должны заботиться о малышах да и в секцию приводят детей и так получается это не разово дети бросают заниматься отцы остаются то есть такой формат и причем занимаются так что получают черные пояса так намного лет остаются мы сегодня обсуждаем тему отцы и дети боевых искусствах и жизнь да пьем чай с вкусным вареньем с маленешним и беседуем ну давай начнем так отец и кто 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 это у меня есть своя мысль по этому поводу скажу мне начать на хорошо отец это это интеллект отец это опыт отец это знание отец это так называемая путеводная звезда то есть это и это и ну если в глобальном смысле да это знание интеллект опыт а папа это кто ну папа я бы так если не разделяя то есть папа отец это все одно и то же если в глобальном рассмотреть то есть это все-таки некий это человек владеющий достаточным количеством знаний и гораздо выше количеством знаний чем ребенок во первых он старше во вторых он опытней и в третьих он он родитель вот это мое такое понимаю понимание на что такое отец отец по-другому это вот знать хорошо да но получается смотри как это ты можешь быть родителем да но не можем не быть отцом да потому что родители там от слова родить да ну если так по логике а отец это уже что-то такое с отечеством связанное что тут более широкая родитель это тот кто процесс там сделал зачатие или что-то такое да вот а отец вот как я говорю отец это все-таки уже это это вот это опыт это знание здорово но все ли родители хотят лучшего своим детям и что такое лучше да можно так вот тоже вопрос то обсуждали как вот как воспитывать например нет понятно на личном примере но где балуешь а где строгость оправданность давай было значит что давай мы сейчас мой мой вот отец определили а теперь давай отцы и дети да теперь дети дети кто это ребенок кто это возраст какой потому что но если по медицинским показаниям младенец дошкольник школь младший школьник школьник старший студент ну или юноша или как девушка в конце концепции мальчика уже говорим но получается можно почему поцветите дети юноша и уже потом мужчина но когда мужчина становишься когда взрослым становишься а некоторые взрослые до сих пор не взрослым для для отца всегда ты будешь ребенка ребенка детям вот вот это да это такая позже пожизненно ты будешь и конечно же становиться опытнее мудрее в конце концов ты сам станешь отцом ребенок становится в конце концов отцом ну так хотелось бы для и так далее поэтому так кто такой дитя у меня есть на счет свое давай значит отец это знание опыт ребенок или дитя это сила силу в чем это сила это это сила это энергия это движение то есть развитие это развитие да ну то есть это силу потому что как мне кажется в любом случае ребенок он ну мы возьмем такую не будем углубляться какие-то там детали там плохого здоровья или еще как-то но если все как в белое сделать то отец это знание опыт ребенок это сила почему потому что или дитя это силы это энергия потому что это молодой организм и он то есть его такая вот энергетическая способность как бы все время но ребенок будет все время сильнее отца становится он все время растет и отец как бы стареет становится слабее но своему в своем роде он становится еще больше опытнее и знающий а ребенок он еще не знающий не опытный нос но все-таки сильнее это сила тут два два момента как говорят знание это сила да но я где-то услышал что знание это потенциальная сила то есть можно знать но не уметь скажем так вот и еще один и второй момент мне понравился сейчас мир настолько стремительно поменялся что раньше да действительно от отца к сыну там передавался опыт а сейчас дети намного более адаптированно к современным условиям что даже вот родители выпадают то есть сейчас такое время что надо постоянно учиться постоянно 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 то есть но нельзя остановиться что я вот вот ну ну такое время пришло скажем и дети могут быть еще по сообразить не плат а вот то что то что интересно родителю что что интересно отцу если он сам не интересно зачастую не не всегда интересно детям потому что разный менталитет скажем так вот допустим как родителям интересно наглядках там ковыряться полос то есть они там так отдыхают а детям это совершенно неинтересно и бывает что перегибают родители интерес отшибает скажем так то есть не не плавный вход но иногда как пусть не интересно допустим заниматься ребенку но родители настаивает и он этого делаем вот так будет по моему то есть навязывает свою волю ну во благо скажем так и и ребенок если он толковый то он согласится и тогда ему будет хорошо или он начнет сопротивляться скажет ну я вот хожу через пень колоду или даю деньги там на тренировку он берет и не ходит они себе забирает скажем так но это вот мы уже в отсутствие контроля а если вместе занимаются то в виде как очень-очень это помогает ты сказал что тебя в твоих твоей практике да такое было приводит ребенка на занятие айкидо ребенок бросает а папа ребенок потом уходит родители остается продолжает заниматься и достигает но почему а как ты думаешь почему вот ребенок видишь то отец же работают на отец работать над собой а почему он ребенок вот с чем это связано со школьной нагрузкой наверное в школе репетиторы задания то есть они сейчас так загружены что мы не были у нас был больше свободного чем современные детей некоторые говорят так пускай я вот загружу своего ребенка вот с этим вот на этим загружу своего ребенка пусть он значит вот у меня он занимается вот айкидо значит вот музыка вот он ходит рисование еще вот он ходит на это еще в плавание на плавание английский и английский и в школу еще там задание как ты думаешь вообще 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 тут думать тоже вопрос как звучит в балансе все должно быть ну вот мы же чему учим вот дзюдо да да ты в балансе да ну ты устойчивый партнер неустойчиво если в концепции и ты тогда побеждаешь а если ты разбалансирован тебе надо и туда туда то есть квант внимания этого награничен скажем так сутка всего 24 часа и вопрос что опять мы возвращаемся можно заниматься и по пять минут там день по 15 но постоянно регулярно скажем так вот эти две составляющие это и есть баланс но если соблюдается то хорошо или получается перетренированность перенагрузка и ничего хорошего из этого не получается в детстве когда там тоже было бодибилдинг 1-2 снеггер там популярно и вот многие качали там грудь методик не было еще что-то а нужно качать как грудь так и широчайшие чтобы мышцы а то ты грудь качаешь а у тебя она становится впалой потому что мышцы укрепляются и стягивают скелет и получается проваливается ты думал красиво будет а получается некрасиво и вот врачи так тоже будет что а вы чё качайте надо и то и это то есть вот поэтому баланс нужен если виденоборство кто допустим как-то и растяжка нужна и скорость нужна и выносливость нужна ну то есть данные такие и опять кто кто зачем приходит скажем так если малыша привели он еще не знает у него критерий нравится не нравится а как хочу не хочу как ты думаешь как отцу убедить убить вот наверное не знаю убеждать убеждение вообще хороший какой-то надо убеждать или надо ну то есть вот и вот это конечно парадокс приводит ребенка остается родитель потому что он видит ценность ребенок то есть вопрос того почему отец имею опыт и знания не может обидеть да да потому что все личности уже уже маленькая уже личность все знают свои права обязанности могут жаловаться на родители соответствующие органы таким каким образом тогда это отрегулировать ты привод сама все отрегулируют ну смотри от отцы и дети можно ли начни порой зачастую бывает так что учитель в клубе в школе акидо цзюдо становится своего рода отцом нет ученику нет там нет нет он же сутки 24 часа в неделе семь дней году три шестьдесят пять дней если раньше как бы ученик жил с мастером до 24 часа ну за исключением сна был и он вот впитывал как бы все мировоззрение тогда можно было бы сказать а сейчас если два раза неделю по часу приходит то он получает нам набор упражнений набор методик но там есть еще такое важное качество что интересно глаза сгорелись черного новая новую это результаты растут растут и потом всегда платок какой-то и вот важно если приучить что есть плато когда нет результата нет результата нет результата нет но ты продолжаешь работать не опускаешь нет результата нет результата и скачок такое происходит ну как квантовый можно назвать и если вот это уловить то тогда нам такой появится и тогда если что-то не получается то это тоже не останавливаешься делаешь 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 и потом в результат виден это наверное как вот в природе там сначала надо вот мне так нравится это сгибать посадить потом вырастить да потом вырастить дарму защитить от всяких там вредителей потом собрать и следующий уровень сохранить и когда вот человек вот эти уровни понимает тогда очень хорошо становится хорошо возвращаемся к нашей теме отцы и дети отец это знание значит отец должен передавать эти знания там у своем деле мы берем так давай так мы мы не берем эту категорию не знаешь понятно человек который не знает но у него имеется опыт он понимает что чтобы узнать надо что надо открыть эту книжку надо здесь найти надо здесь найти информацию как бронизм технология который техно боевые искусства как технология айкидо как технология может может способствовать создать вот этот механизм он уже развивается как бы каждый там находит ну как какие-то свои элементы кто-то гимнастика это боевого раздела кто-то оздоровительного кто-то коммуникативного общения ну то есть многогранно вопрос у людей стоит они иногда сами не знаете что хотят вот вот в чем еще а дети априори они не то что и все интересно а взрослым потом сознание схлопывается им уже о это я знаю это я знаю и сознание так закрывается и знание какие есть можно копать в глубину знание а можно по вершкам у меня пояс потому пояс посему то есть коллекционер на поясов или вглубь или как это бывает допустим вот человек да берем малыша да его таскают из секций секций ты квадо карате дзюдо самбо там тун-тун плавание еще что-то не нравится не нравится и так лет до 14 пока у родителей силы есть а потом все занимайся чем хочешь не хочешь очень не занимайся потому что усталость накапливается потому что это водить туда-сюда раньше сам ходили а сейчас где-то не 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 настояли где-то вот этот отец отец имея опыта знаний где-то не настоял как нужно реально поэтому не нашел крыши день воздействия не рычаги а начал заверши а завершение какое может быть или ты учебный год от занимался это же тоже завершение там или ты черный пояс получил и потом бросил это тоже завершение скажем так могут до какого-то этапа или вот мы про методику говорим чтобы хоть кто-то там узнал кто кто-то узнает будет использовать хорошо ты занимаешься допустим дзюдо да практикуешь но есть еще каратэ да и ты раз ты продолжаешь дзюдо заниматься и ты раз прыгнул дополнительно в карате ты продолжаешь это заниматься позанимался каратэ прыгнул ну там допустим куда в плавание без разницы куда но ты продолжаешь заниматься и тогда это у тебя как центральная линия есть ты обучаешься и ты оп оп у тебя в копилку но если ты дзюдо бросил перешел в каратэ тренер не может тебе быстро передать вот это вот ты ну даже он может быть тренер и может ты не можешь питать как и емкости знания не хватает то есть если со временем у тебя фундамент есть это тогда пришел сердце ты может быстрый к тебе загрузить эту всю информацию ну относительно хорошо но ребенок не может это понять кто отец должен отец должен кто должен научить мы определили да что отец это знание или все-таки сегодня или все-таки сегодня это это понятие не совсем подходит к отцу все подходит я имею ввиду сегодня раньше как вот советском союзе было любого ребенка увидел если он там ну что-то делает его можно поругать а сейчас такое ощущение и своего круга ты нельзя вот понимаешь все изменит все течет все меняется скажем так раньше мы спокойно в дворе гуляли и школу сами ходили а сейчас школу надо сопровождать начиная с первого класса а желательно 10 но я это заметил я кстати вот недавно гуляю вокруг тоже школы свои которые закончил что дети одни не гуляют огромный забор калитки замки домофоны охраны неужели неужели раньше было менее опасно чем сегодня раньше забора забор вот так перешагнул все этой школе охраны никакой не было когда хочешь заходи то уборщица было стрелок больше за было стрелок до могла терапевт но видишь как сегодня ты прикольшь и и как бы вроде бы ты идешь за знаниями а каждый раз здесь закрыты здесь какая-то получается система не не открытости может быть это вот и без а то есть как бы вот смотри школа это знание это опыт который передается кому-то отец это это такой объект где и знание где есть опыт если отец закрывается забором заботами заботами но это замком охрану ставит по периметру создает то не пробиться то дитя он доставлен саму он понимает что он не пробивается и в результате происходит вот этот может быть или что происходит что невозможно объяснить но это ни разу как бы это не то что как бы это один отец сына 2 отец сына 3 отец сына 4 отец сына ну 5 там а ты знаешь я вот заметил заниматься но доводят скажем так и у нас я вот я хочу сказать я заметил что порой вот у меня и дети тоже и как династии нет не менее я и партина все потом вот вот у меня иногда порой такое внутри как бы настоять настоять на на том что ты считаешь правильным то есть у меня есть некие некое знание некий опыт и я на вот я вчера ехал сыном на машине и включил там одно радио и там интересную тему какую-то раз просто радио и там какая-то тема была озвучена по поводу выбора работы как работать что такое работа шлаку труд как и мне сын говорит давай выключим музыку послушаем я я говорю нет мы мы послушаем вот это это интересная тема сына моему 17 лет это интересная тема она для тебя сейчас тоже будет актуально близко уже идет к этому к выбору твоей трудовой деятельности и тогда надо послушать да не ну что он там